всем привет с вами канал лев лайф и сегодня я поеду ремонтировать нашу машину toyota surf по той причине потому что тем летом который у нас это лето которое было я заехал дерево задней частью вот и помял машину и только сейчас решил все таки сделать ее вот смотрите как такая вмятина сейчас я вам покажу как до было вот смотрите как до хорошая вмятина дерево прям сюда так уперлась и по так вот прошло прокатилась тут тоже видно такие полоски ну и тут я думаю где-нибудь еще подмазать прицепом маленько цеплял вот 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 маленько подкрасить вот еще есть такие недочеты но основное будет сегодня убирать вот этот не знаю сколько справиться люди но думаю сделать не так не так долго будет делать день-два вот то есть стороны будет наверно обшивку как-то убрать сюда выдавить это железо неровности шпаклевка подровнять но это конечно же зачистить все и покрасить краску раз статьи я купил в омск когда ездили то помнит вот красочка наша спа цвет 200 грамм сказали хватит вот и она должна добавляться еще с каким-то растворителем специально для такой краски чтобы необычным айспиритом а каким-то специальным растворителем чтобы вот это вот ну что машине в цвет есть блески такие если растворителем обычного айспиритом разбавить то эти блески они просто растворятся вот еще кстати вчера не вчера позвучера наверно поменял фильтр в машине вот фильтр такой смотрите какой грязный прицеп его кинул уже чтобы он это на свалку все его этот фильтр вот такой фильтр грязный уже не знаю сколько мы его не меняли но все я уже поменял на новый воздушный фильтр ладно все сейчас поедем сдавать машину в ремонт хорошо что находится вот рядом мастер который все это делает вот его дом вот этот от меня очень недалеко 200 метров и все я на месте начиная вот сюда вот вот приехали все оставил я машину забрал документы с нее права там страховку все такое сейчас пойдем домой машину сказал как можно быстрее сделаем надеюсь все будет в порядке не будет все классно красиво сделают чтобы не отличить было когда помятная машина не очень приятно смотреть на нее вот за этого я решил все таки сделать надо сделать вот красиво все в общем-то как машина будет готова вам покажу готовый результат и думал он тоже будет интересно посмотреть как получилось ладно идем домой как заехали волдырь это же жидкие обои как вы их смотреть будете конечно будет погодность погодность вообще никак жидкие боли я думаю водой разбавлю и намазал подмывание с блеской или это блески 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 вам блестят да это образ ни разу не пользовались вам спасибо забрали посылку слава берешься жидкие обои будем пробовать клеить со своим на почту за металлоискателя мы с папой сегодня потому что машину как вы знаете я сдал кстати здесь вы можете приобрести вот отличные подарки спешите за покупками баба дед тут помахайте всем привет и мне не даете привет привет никого не был смотри чтобы никого не было зеркала все сейчас на почту поймем смотреть что там пришло вот такая крепость что они там чистят так все пришли на почту как всегда очень много очереди ждем когда подойдет наша в общем как обычно приложение пришло уже пришла уже посылка у них типа еще нету вот так вот ждите еще несколько дней пишется в общем ждем может следующий раз может завтра уже придет прошло несколько дней ну прилично уже неделька машина уже давно сделано просто видео не снимал вот сейчас покажу как ее сделали вы помните как было и вот как стало две стороны нас по сути одинаково грязно смотрите готово все сделал он вообще не отличить то есть по цвету очень хорошо все подходит я вообще классно мне нравится замечательно сделал все сейчас мы с вами отправляемся кстати на охоту взял с собой рюкзак естественно сапоги лыжи охотничьи тут у меня ружье и патроны в общем поедем с вами сейчас охотиться по дороге там вам покажу дорогу по им в этот раз поеду не за широкого за чокрушева попробую там похочешь потому что там я еще ни разу не был а у меня всего лишь путевка до 28 числа на зайца по крайней мере я хочу зайца поймать хотя бы увидите его первый раз охотничьи поэтому сейчас поедем с вами и я вам все покажу посмотрим как там авторские права не пройдут у нас по авторские права я тут кстати крепление у меня было как раз для gopro сейчас закреплю покажу крепление какое у меня есть с машину удобное крепление то есть когда вы катаетесь там едете куда-нибудь вот такой вот на скрепление хоп присосочка хоп и и присасывается она на рабочем на состоянии то что нам недавно уже лежит постоянные перепады температуры то тепло то холодно сейчас попробую при ее при присосать как но и попробуем с вами поговорить таким образом думаю будет удобненько так так не знаю насколько я правильно закрепил камеру как меня видно я думаю меня слышно тут на статье контейнер поставили наконец-то потом вам покажу вообще большой такой то есть у нас таре таких я еще не видел так папа идет у нас бабушка моя идет привет ты куда а вот это наш а я на охоту поехал а я меня ружье же у меня же ружье собаку а для чего они только вмешать не будут нет еще пока о как есть нет животных вообще ни одного а ты говоришь ли себе если бы бегали я бы давно уже подстрелил пишут пишут они они бегают в основном рядом с жильем а где вот я охочусь там свободная пространство мы вообще нет где можно охотиться на берегу сейчас посмотрел картинка какая пишется у нас вроде бы нормально нормально меня видно как вы считаете и видно да мы едем дорогу и видно меня вот иначе сейчас в машине маслом пахнет ну я потому что капает почему-то внизу то есть не знаю откуда надо будет как маленько тип на читает там буду загонять машину и смотреть снизу что да как там не знаю где капает масло возможно после капремонта очень другое общем будем потом с вами смотреть дорогу посыпали песочком потому что сейчас у нас гололед по этой причине у нас песочек машина там ехала классная такая внедорожник ну уазик колеса такие здоровые вообще так сейчас едем в общем-то за чокрышево посмотрим там если следы вообще или нету ветер сегодня есть то есть 5-7 метров 5-7 метров в общем секунду ветер у нас по погоде так передает но чувствуется обычно когда тепло тогда обязательно у нас есть ветер заказали кстати мы металлоискатель подарок на пришел и пинпоинтер вот сейчас вчера я проверял смотрел все по почте отправили по почте россии там всегда у нас проблемы были в общем я не буду это вставлять по той причине не хочу людей расстраивать вдруг себя увидит будут расстраиваться вот не хочу людей расстраивать пришел пинпоинтер и металлоискатель металлоискатель orx и пинпоинтерами 6 вот не 6 я посмотрел на почту я не увидел я посмотрел то что все в комплектации есть а не посмотрел его состояние смотрю на крышке где должен быть уплотнитель этот пинпоинтер погружается до 6 метров и посмотрел что на крышке трещина представляете себе то есть если есть трещина значит все он уже не подводный будет а вода затекать и он замкнет там сломается я пишу продавцам они говорят отправляй нам я хочу отправлять типа все вместе и и пинпоинтер и металлоискатель обратно вам нет не надо типа только крышку отправят эту которая треснула я вам потом покажу ее фотографии сейчас прикреплю как она треснула и все то есть мы тебе обратно новую пришли вот так сейчас сегодня надо будет еще крышечку отправить и сегодня еще ко мне кстати пришел костюм костюм пришел на озоне чтобы нам ходить с металлоискателем костюм муфляжный стоит на вагаре стоит а четыре чем-то 4 600 что ли на озоне он стоит 3 600 на 1000 рублей дешевле то есть смотрите если допустим вы хотите заказывать либо на вагаре сны либо на зон то есть проверяйте потому что цены там разнятся где-то там дешевле и на там дешевле вот я всегда проверяю и вот на озоне точно такой же костюм стоит дешевле представляете я потом покажу как на сегодня тоже буду забирать обязательно ему покажу не знаю чего сегодня на охочусь не знаем наверно часа два покажу может три и домой поеду потому что если больше то потом я устаю вообще уже не могу найдем след с вами если найдем зайца это будет замечательно хотя бы хотя бы его бы увидеть это будет уже результат для меня лично я и охотник неопытный новичок в этом деле поэтому для меня просто хотя бы вылетает это уже результат я уже пять раз ездил с мая ездил и зайца так я и не нашел сегодня с вами посмотрим может кому-то увидим хотя бы то что подстрелить это уже будет сверх норма для меня кстати мы уже подъезжаем к чокрышево и вот за чокрышево сразу же можно охотиться то есть охота воде уже идет свободного назначения вот это все еще вот где мы едем сейчас это еще тарского района тарское угодье за ним за чокрышево там уже все там уже свободное назначение которое у нас как раз таки путевка есть который стоит 650 рублей сейчас где-нибудь местечко с вами остановимся и идем нибудь походим с вами в общем то мы с вами сейчас проехали ну мост и вот за мостом уже можно охотиться то есть вот это вот уже пространство вот это вот дальше все идет там и там слева можно охотиться но должно быть расстояние придерживая 200 метров от домов то есть отходим 200 метров от домов он туда в ту сторону допустим и уже можно с вами охотиться не знаю тут какая-то дорога есть но я туда не рискну ехать то есть я проеду к ним дальше туда и там где-нибудь становлюсь на окраине дороги поставлю машину вот так вот пускай стоит и пойдем с вами куда-нибудь лесок зайдем там посмотрим может заяц сидит оттуда ехать я не собираюсь там у нас речь как раз потому что рыбаки ездят а может и охотники в общем поедем дальше с вами и там посмотрим места все мы выезжаем из чокрушева точнее уже выехали это уже дома находится за чокрушева вот и в ту сторону поедем посмотрим вот видите у нас такие леса есть вот я хочу именно в лес по той причине потому что сегодня ветрено если ходить по полям после следы все равно все будут заметенные в любом случае а вот лесу ветра нету и там следы будет видно то есть может где-нибудь зайца русак залег и спит в лёжке так что едем ту сторону с вами я думаю здесь осталось остановимся самое то местечко то есть тут есть заезде в такой у нас чтобы машину поставить и утакают у нас памятник такой мемориал называют наверно правильно как под исправьте меня 400 лет землепашинству омской омского приертышья вот такое у нас тут памятник стоит на место хорошее а тут есть у нас такое пространство где останавливаются обычно грузовики разные машины и мы сейчас пойдем с вами либо в тот лес либо в тот лесок но мне больше вон тот больше нравится точно ту сторону пойдем с вами сейчас на лыжах я думаю там чего нибудь найдем какой нибудь след машина постоянно ездит поставим ее и все нормально да мне нравится конечно как сделала ощущение видно по моей вине я врезался в дерево не заметил и вот исправил машину чтобы была красивенькая у нас ладно сейчас собираемся одеваем лыжи берем ружье и в путь пойдем с вами все выдвинулись в путь мы с вами все таки решил я пойти в ту сторону ружье на видео сильно показывать не буду по той причине потому что youtube блокируют оружие точнее не блокируют на ограничение дает по возрасту поэтому показывать не буду там вам только буду показывать след по которому мы идем а так она вот у меня приклад его видно я надеюсь его приклад ну все мы отправляемся в тот лес будет как найду след вам покажу смотрите кто-то ездил туда в ту сторону на снегоходе и ну либо на осмотр собаки мотобуксировщики и смотрите у нас есть следы след не знаю возможно даже свежий то есть смотрите вот туда пошел там куча следов то есть где-то двойки стройки возможно вот это более свежий пойду в ту сторону посмотрю значит тут заяц есть вот видите след такой кнопка запорошенный вот так бывает вот смотрите прыжки заяца прыжков у Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот Нету Надо мне ехать с каким-то опытным человеком, который занимается давно охотой И с ним уже охотиться То есть у него взять какие-то навыки новые Понять, как это вообще все делается И я думаю, тогда уже будет получаться Это как я ни разу не охотился Ну, то есть я пять раз уже ездил, но все безуспешно Один раз зайца поднял, но его не увидел, как поднял То есть свежий след поднятый с лёжки А так я довольно-таки много лёжек уже нашел Штук, наверное, двадцать То есть из-за широкого там Ну, как будто зайца очень мало Ну, мне и говорили охотники, то что зайца очень мало И действительно, его очень мало нету нигде Кто готов со мной поохотиться, у кого есть опыт Напишите мне вконтакте Либо, в принципе, можно под этим видео написать Кто меня смотрит Может, кто-то охотник И готов меня взять в ученики В общем, обязательно напишите Ну, естественно, кто проживает в городе Тара, чтобы далеко не ездить Желательно, ну, либо в Тарском районе Так что напишите Вот мы возле такой вот охотились Стеллы Стелла, наверное, правильно называется Ну, там вот ходили мы Такой кружок я дал И обратно Два часа проходил по следам Ладно Поедем сейчас обратно домой И домой приедем Надо щенка покормить Конора И это То утром я его покормил Уехал Сейчас два часа прошло Еще сейчас покормлю его Каждые два часа считаю, что его кормлю Вот И потом поедем с вами В озон И надо будет еще, как я говорил Отправить От пинг-понтера крышечку Ладно, погнали Машина маленько прогрелась Поедем Все Приехали Приехал я домой Сразу сейчас буду заниматься Чисткой ружья По той причине Потому что Она может заржаветь Если его не почистить Да, Левка? Таким маслом чищу Есть еще щелочное Красненькое Такое же Это у нас Обычное масло Нейтральное Оружейное Вот много масла И чищу Вот Таким набором Такой наборчик у нас Сначала Ёршиками всякими Потом протещаю Льву Все интересно Ну я ему нельзя Лева В масле все Не надо трогать В общем Сейчас буду чистить Ружье Оставать А то у нас холода Снег Все такое Тепло Конденсат дает И потом ржавеет Если его не почистить Сейчас она маленько Остынет Не остынет А согреется И потом буду чистить Уже Да, Левка Не надо Лева Кака Так кака Какочка Это Кака Понял? Так Вот у нас тут Металый искатель И вот такой Пинг-понтер Пришел Я уже говорил То, что у нас тут Трещина Вот Я фотографии уже вставлял И он скорее всего Так макро не будет видно Вот Так вот он откручивается То есть Это вообще для того Чтобы Что-то он не откручивается Даже Не могу открутить Видимо так сильно Зажато Там Вообще Никак Идет Ни в какую Тыквина Арбуз Это тыквина Вот Такая крышечка Как ее открыл Сейчас ее будем Запечатывать И отправлять Тому адресату Который нам прислал Как называется Антиквар 32 Антиквар 32 Вот прислал Нам такой Металлоискатель Вместе с пинг-понтером набор Сейчас мы Обратно Отправим ему крышечку Ну потому что Был брак Надеюсь Поскорее бы Что пришла она Чтобы не беспокоиться Вот тут такой Фот для зарядки Вон видно его И вот Если сюда вода попадет То все Пинг-понтеру Хана Сейчас мы будем Запечатывать И отправлять Крышечку Так Привет-привет Поехали на почту Отправлять посылки Еще ошейник Кстати отправим Ахундрактор Не помнишь Как фамилия Как-то Кто заказался Не помню Не помню В общем Оранжевый Эску Выказали Сейчас отправим Заодно Ошейник И отправим Нашу крышечку На пинг-понтер Вот сейчас погода Кстати вообще сильно Ухудшилась Где-то метров 14 в секунду Ветер Вообще очень сильный Все задувает Снег метет В общем Погода нас Не радует Вроде бы тепло Но как Где-то ветреная погода Так вообще Холодно Как не знаю Что Так В общем-то Сейчас едем на почту И отправляем Посылочка Потом едем На Азон Левка Вон там Папа-папа У меня Левка А потом мы еще После всего Едем В бане мыться Вот так вот Все На почте Очень долго Были Такая очередь Просто невозможна Очень долго Минут наверное 40 там стояли Вот Приехали К Азону Сейчас будем Костюм Если возьму Покажу Там не буду снимать Вот такой Костюм пришел Горка 5 Тут вот Такая Этикетка Горка 5 Производитель Сталкер Шоп И костюм Называется Сталкер Милитери Стайл Вот такая Этикетка У него Так Кармана Тут много Впереди Он Есть Так положить Телефон Наход Какой-нибудь Копать будем Тут спереди Кармана Еще Тут на штанах И все Причем на пуговицах Мне это нравится Чем на липучках Потому что Липучки Они постоянно Со временем Снашиваются Что ли И не приклеиваются А пуговиц Если даже Оторвется То пришел И все Опять Тут на рукавах Тоже такие Уплотнители Подприжимало Хорошо Тут еще А Тут липучка На рукаве И с этой стороны Карманов Много Такой капюшон Затягивающий Наверное Да Вот так затягивается Ну Ну Такой Костюм В принципе Вот так вот Что будем брать Такой костюм Или что Завтра Задим Что Как думать Очень Хороший Все Едем Домой Легка Там уже уснул Уже десятый час Или сколько Время Кристи 9 часов Бани Помылись С легким Паром Нас И это Съедем Домой Буду Видео Монтировать Вот это И Выложу Ладно Кому понравилось Видео Обязательно Ставьте Большой Палец Вверх Обязательно Подписывайтесь На канал Лев Лайф Здесь еще Будет Много Видео Ладно Давайте Всем пока